Нельзя оценить то, чего нет по определению. В большинстве своем депутаты действуют по ситуации, где нет ни принципов, ни морально-этических норм. Распринимайте их как неизбежное зло. Совесть может быть только у человека, а вот словосочетания «совесть депутата» в настоящее время не существует. Говоря слово «депутат», подразумевается какая-то аморфная масса, жидкометаллический терминатор, не имеющий души и никаких признаков, по которым обычно идентифицируется человек. Следовательно, дискуссии о совести депутата не имеют какой-либо научной и психологической перспективы. У каждого своя цена совести. Все зависит от возможностей, авторитета и занимаемой должности. Цену депутатской совести определил Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан. Орешков Александр Иванович заявляет о том, что передал мне денежные средства в размере огромной суммы 587 тысяч, которые я у него взяла на пользование двух месяцев, чего я не делала. У соседки частями занимаю, чтобы не голодать. Когда зарплату получу, очередную февральскую пенсию получила, также 50% Олешкову, а вторые 50% отнесла в уплату денежного кредита. Я никаких денег не брала. Хочется надеяться, что человек как-то осознает свои действия. Людмила Сергеевна, значит, есть решение суда о 19 июня 2014 года, по которому якобы Олешков Александр Иванович передал вам денежные средства в размере 587 тысяч рублей, в общем, и по чему вы написали расписку на эту сумму. Вы данную расписку, как я понял, не писали, о чем свидетельствует экспертное заключение, которое дано в ходе этого разбирательства. На данный момент мы подготовили заявление в суд о том, чтобы данное дело прекратили. Также полиция сейчас ведется в отношении Олешкова проверка по факту фальсификации доказательств и по статье 159 рассматривается дело воздушения в отношении него по факту мошенничества денежных средств. Данная сумма для вас, как я понял, является значительной. Вы на данный момент являетесь пенсионером? Да, я пенсионерка. Но в связи с тем, что такая сумма, приходится вам еще подрабатывать? Именно по этому поводу мне пришлось выйти на работу с 1 февраля, потому что из-за высчитов в сторону Олешкова Александра Ивановича у меня теперь копится задолженность по кваклате. Поэтому я устроилась на работу. Больше другого выхода у меня нет. А вот Олешков Александр Иванович, о том, что вы не писали эту расписку, как я понял, еще в ходе досудебной проверки, в ходе предварительного судебного заседания и так далее, знал о том, что вы не писали эту расписку? Да, потому что у нас, когда до подчерковической экспертизы нам следователь Сайкаев устраивал как бы очную ставку в УВД города Нефтеканска. И непосредственно там при разговоре Олешков Александр Иванович в присутствии Сайкаева следователя во всем услышании говорил, что если подтвердиться, что подчерк не мой, о чем он, конечно, все равно должен понимать и знать, потому что я ему такие расписки из рук в руки не передавала и деньги не брала из его рук. Он сказал, что он отзовет исковое свое заявление, но до сих пор этого не произошло, хотя экспертиза показывает, что это почерк не мой. То есть, как я понял, с сентября месяца 2014 года судебный призыв исполнителя забирает у вас деньги? Да, с октября, начиная октябрь, ноябрь, декабрь и январь. И теперь уже и февраль тоже попал исковое заявление, не успела прийти. Уже пять месяцев с меня высчитывают 50% пенсии. Вот эти 50% пенсии для вас являются значительной суммой? Очень значительной, потому что я, получается, на руки пенсию не получаю совершенно. Скажи, пожалуйста, в случае, если в отношении Александра Ивановича будет возбуждено уголовное дело, согласны ли вы при какие-то его или хотите все-таки довести до конца? В первую очередь, конечно, хочется прекращения высчитов своей пенсии, потому что не на что жить. Ну а далее, мне кажется, человек такой, все-таки он знал, на что идет, и, по-моему, должен ответить за свои деяния. Мы подготовили запросы в местные органы, также в органы Республики Башистан, с данной незаконной деятельностью, и также подключили соответствующие органы на уровне Российской Федерации. В связи с чем в ближайшее время нам будут даны ответы. 12 февраля 2015 года в 9.30 состоится судебное свидание по вашему заявлению о пересмотре судебных постановлений по вновь раскрышимся обстоятельствам в связи с тем, что правоохранительные органы все-таки выявили факт того, что данная расписка и подписи в расписке были сделаны не вами, а именно лицом. В следствии, думаю, выяснят данное обстоятельство. В ходе судебного заседания мы докажем факт того, что неправомерное было завладение вашими средствами, и также будем требовать, чтобы Олежков Александр Иванович компенсировал вам те затраты, которые вы понесли, также компенсировал моральный вред и все необходимые судебные расходы, которые вы понесете. Прогнозы не делаются, но дело в том, что уголовным кодексом Штеки Федерации предусмотрена статья 3 уголовного кодекса, которая говорит о фальсификации доказательств по гражданским делам. И наказание, хоть оно и минимальное, но все равно это есть наказание. Также в связи с тем, что на данный момент из пенсии Чукарова Людмилы Сергеевны происходит удержание денежных средств, хотя он уже ознакомлен по почерковедческой экспертизе, но каких-либо действий не предпринимается, то также в действиях Орешкова Александра Ивановича, наверное, есть признаки преступления, предусмотренные статью 159 уголовного кодекса. Как раз следствие по данному вопросу и решит данный вопрос. Также считаем то, что суд все-таки рассмотрит дело, в общем, в основу судебного решения уже лягут материалы проверки в отношении Орешкова Александра Ивановича или иного лица, которое было доверенным лицом в ходе судебного связания и вынесет решение соответствующего законодательства. Так, у меня вопрос. Вы раньше знали Орешкова вообще? Нет. Не общались? Ну, пенсию я заработала машинист башенного крана. Ну, вот простой рабочий. Да. Простой рабочий. Да. Чтобы обладал какими-то спережениями, средствами. Нет. Никогда вообще. Простой человек попал под, как я сказал, нечаянно под могучу руку депутата. Еще в пенсионном возрасте, да. Продолжение следует...